Христос воскресе! Христос воскресе! Мой словарь обогатился, такой, Христосу фукацу, дитсу не фукацу, по-японски оказывается, так это звучит. Ладно, короче, главное, чтобы мы на одном хотя бы языке понимали, о чем мы говорим. Сегодня, христиане, я долго не буду вас держать, я сам устал. Значит, память исцеления расслабленного, неделя о расслабленном. Ну, только скажем так, проходную такую вещь, что расслабляться, во-первых, нельзя, а во-вторых, расслабляться, это слово, объясняющее целую жизнь поколения. Мы расслабимся, да расслабься ты, короче, такой, пойдем там отдохнем, расслабимся, короче, расслабляться любят. Люди, как бы, оказывается, неделя о расслабленном, который 38 лет лежал, почти сопоставимое время с путешествием евреев по пустыне. Люди расслабленные, и людям это нравится. Сегодня Господь стянул расслабленного, воздвиг его, без всяких там вмешательств архангельских сил, без этого возмущения воды. Это такой, значит, нам такой намек на то, что нужно трудиться, работать, бодриться, нужно быть в строю, нужно двигаться, нужно быть полезным, нужно давать себе отчет за прожитый день. Вечером на кровать сядьте, это еще язычники при Пифагоровской школе, когда человек ложится спать, он садится попой на кровать и ноги на кровать не кладет. Он сидит и думает, а что сегодня было, что я сделал, что сказал, что я такое сказал, чего нужно было не говорить, а что я такое не сказал, что нужно было сказать. А много ли я ел, а много ли я пил, а чем вообще занимался, а что хорошего я сделал, дай себе отчет за прожитый день. Дайте себе отчет за вашу жизнь, за прожитый день хотя бы, за месяц, за неделю, за год, за всю жизнь, потом вас же спросит, меня спросит, ангел-хранитель на страшном суде, покажет список всех моих дел. Дайте себе отчет, кто вы такие. Вы лицемеры, лентяи, обжоры, или вы трудники, послушники, молитвенники, кто вы такие? Дайте себе отчет, потому что люди любят расслабляться. И играться люди любят. Любят изображать из себя то, чем они не являются. Наш мир – это сплошная игра. Люди ведут себя так, как будто их в кино снимают. И они сами себе снимают. Это подтверждает то, что они актеры. Они хотят, чтобы их снимали, запоминали. И они делают глазки в камеру, на самом деле не такие, какие они в камере. Не играйте с Богом. Живите в Боге и не играйте с Ним. Многие изображают из себя то, повторяю, чем не являются. Если я надену на себя клобук и черную рясу, это будет значить, что я монах? Нет. Если у меня будет бородища до пупа и ниже, и там какая-то грязная свитка на мне, это будет значить, что я подвижник и бестребрник? Нет. Люди-актеры, лицемеры, лжецы и обманщики себя самих. Бога не обманешь. Не ты его, не он тебя. А сами себя обманывают люди. Поэтому будьте серьезными. Не расслабляйтесь особенно. Трудитесь. Давайте себе отчет о прожитых днях. Ну и напоследок сегодня память святой Тавифы. Тавифа, Серна. Когда помните Господь Иисус? Воскресил однажды дочку начальника синагоги по имени Иаир. Он зашел к ней и сказал ей, у Марка написано по-арамейски. Он говорит, Талитакум, сказал он ей, Талифакуми в нашем огласовании. Кум или кам, это встань, вскочи, поднимись. По-еврейски, по-арабски Христос воскресе, это будет Аль-Масих, кам, Аль-Машиах, кам. Встал, встал Мессия, Мессия поднялся. Это вот так буквально. И он сказал ей, Талитакум, то есть Талитакам. А Талитай, это то же самое, что сегодня мы праздываем Тавифа. То есть, по сути, Господь сказал этому ребенку, который умер, 12-летней девочке, Он сказал ей буквально так, козочка, вскочи. Сегодня Господь нам дает чтение про Серну, ее звали Тавифа. Тавифа, Талита, Талифа, это какие-то похожие слова. То есть, только та была козочка, а тогда уже взрослая коза. Ну, значит, Талифа, Тавифа. Коза, это вообще на самом деле Серна, Серна, газель. Это на восточной поэзии, это такой пример большой красоты. Она стройная, гибкая, прыгучая, глазастая, у нее глазки красивые. Если мужчина хочет женщину похвалить, называют ее козочкой, серной, они верблюдицами называют любимых своих, между прочим, чтобы вы знали. Там, почитайте песню песней. Кому уподобляет любимую свою. Там, честно говоря, у нас другой синонимический ряд. Мы своих любимых называем как-то немножко иначе. Какие-то лебедушками, какие-то зайчиками-голубушками. А там-то верблюдицей уподобила я тебя, возлюбленная моя. Вот спасибо. Коза, газель, Серна, а ее воскресил Петр. Петр вообще, как Дед Мороз, как бы подарки раздавит, Петр воскрешал мертвых. Он ходил и воскрешал. И тень, падающая от Петра, поднимала людей с адра болезни. Какая-то невыразимую, неизъяснимую, неповторяющуюся благодать Господь Иисус Христос дал своим ученикам в первые дни, когда родилась Святая Церковь. И вот он, Таиф, воскресил. Одно вам скажу на прощание. Что когда Петр пришел в Иопию, где Таифа лежала, то внизу она была в горнице, мертвое тело Таифа лежало на втором этаже. Дома на Востоке строятся таким образом. Первый этаж общественный, второй этаж спальня. Крыша плоская, на крышу можно зайти, на крышу можно отдыхать, спать, особенно когда жара спадет. Это как бы еще один этаж, это как бы терраса. То есть плоские крыши, ну дождей же нет, снегов нет, бояться нечего. Поэтому они эти плоские... Это у нас нужно домиком крыши строить, потому что то течет, то сыпет. А у них вот такое. Ее положили на второй этаж, и когда он поднимался на второй этаж, Петр, то его встретили множество вдовиц, которые были одеты в одежду, пошитую им, этой самой серной. Она была очень трудолюбивая и добрая женщина. И Петру показывали всякие платья, разные накидки, платки, что-то еще. То, что серна сшила им сама. Вы же понимаете, магазинов же пошивочных не было. Не было никаких магазинов с легкой промышленностью, с товарами. То есть нужно было все шить руками. И сандалии, и одежду, и верхнюю, и нижнюю, и все остальное, и постельное белье. Поэтому женщины, у них иголка в руках не выпадала. И всю свою жизнь то ткали, то пряли, то шили, то стирали. Постоянно занимались этими тряпками. Они сами их ткали, сами их шили, сами их стирали, сами ими пользовались в быту. Это вечная работа женщины в древние времена. И эта серна умела одеть и свою семью, и чужую семью. И бедных одевала руками свои. И они показали Петру эти одежды, пошитые ею. По сути, эти одежды были ходатай, ходатай, просители к Петру за воскрешение своей хозяйки. Петр зашел, обратился к телу мертвому и сказал, Тавифа встань, то же самое я сказал, Талитакум, Тавифа акам. Она поднялась, села, расклывала глаза. И она ожила. Петр воскрешал мертвых, Петр велик. Так вот, братья и сестры, для того, чтобы это чудо совершилось, нужно показать апостолу Петру, было что-то такое, сделанное руками этого человека. То есть в Апокалипсисе говорится, в одной из глав, не помню главу точно, что блаженны умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они упокоились от трудов своих, а дела их пошли вслед за ним. Слышите, дела пошли вслед за человеком. И потом дела отдельно от человека станут перед Богом и будут ходатайствовать о человеке. Например, человек построил в жизни несколько храмов. Или расписал их, или украсил их. Или он там пол мыл, там свечки убирал, или он там иконы писал, или он шил одежду для священников, или он жертвовал деньги бедным, или что там он там не делал. Короче, дела эти пойдут вместе с ним на суд и станут вместе с ним. Дела их идут за ними. И Господь будет смотреть как бы и на человека, и на его дела. Еще очень важны слова. Когда человек говорит разные слова, то он как бы изнутри сердца своего выдергивает клеточки живой ткани, как бы выбрасывает их наружу. И наши слова, уже произнесенные, составляют наш словесный портрет. Как сказано в Слове Божьем, что за всякое праздное слово, которое скажут человеки, они дадут ответ в день судный. Это кошмар. Никто же не относится к праздным словам, как к греху. Дух празднословия, никто же не понимает этой опасности. Болтают все, как не знаю кто, как трещотки. Что мужики, что бабы, с детства до старости. А это грех смертный, он тебя убьет потом. Все ненужное, что ты сказал, как пиксели, сложится в одного такого человека. И получится суетный, грешный, грязный человек, которого ты произнес. Он слепился в кусочки из этих маленьких словечек. И станет возле тебя, и говорит, глянь на это чудовище. Это и есть ты. Ты это сказал, Ты родил эти слова, Ты пустил их в мир, Ты их родил. Они стоят перед тобой, они составляют твой словесный портрет. А там половина ниже пояса, там одни большие гениталии получатся с человеком. С некоторых получатся так, потому что они только так разговаривают, только матом разговаривают. О, как может быть! И дела наши станут рядом с нами. Все, что ты сделал, станет рядом с тобой. Взял, например, обидел беззащитного человека. Оно с тобой встанет, а никуда не уйдет. Взял, прицепился к замужней женщине, сожила ее соблазнить. Оно будет стоять возле тебя, никуда не исчезнет. Все воскреснет. Не только наши тела, но и наши дела. И слова наши повоскресают все наши. То, что мы на ухо шептали, то, что вы говорили на ухо, будет слышно на крыше. То, что вы во тьме сказали, будет слышно во свете. Все проверится. Вот почему нам всем нужно покаяние. Вот почему Петр Тавифу воскресил. Дела Тавифы ходатайствовали о ней. Как изображаются на иконах цари, короли, всякие там праведные люди в руках храмики держат такие маленькие. Говорит, я храм тебе построил, Господи. Что ты сделал на земле? Я, допустим, Юстиниан скажет, я построил храм Святой Софии. Я победил Соломона. Я прославил имя твое, Иисусе. Прости меня грешного. Я грешный человек. А ты что сделал там? А я там то-то, то-то. А ты что? А я то-то, то-то. И дела наши пойдут вслед за нами. Подумайте об этом сегодня. Потому что дела наши будут ходатайствовать нам. Муку нескончаемую. Или спасение вечное. Ты программист? А ну покажи, какие ты программы составил. Ой, Господи Иисусе Христе. Я сопровождал порнографические сайты и писал для них программы. О, какой кошмар. Сколько ты людей погубил. Что ты сделал вообще? Зачем ты жил? А ты чем занимался? А ты, а ты, а ты вот так закадык возьмет Господь Иисус Христос Благословенный нас всех закадык возьмет. Чем ты занимался? Паразит ты такой. Покажи мне дела свои. Пусть дела за тебя попросят. А нету ничего. А нет ничего. Если суммировать всю милостнюю, которую я давал, там 15 копеек, там рубль, там 100 рублей. Наберется кто-нибудь там пару тысяч, допустим. Это что, все что ли? А остальное ты куда потратил? Почему ты не раздал половину нуждающимся? Где все деньги, которые я дал тебе? Гад ты такой. Пошел туда же, к этому создателю порносайтов. Это все будет буквально завтра. Сегодня вечером это будет. Наберитесь страха Божьего. Потому что умереть нам придется обязательно. И не знаем когда. И дела наши пойдут вместе с нами. Станут перед Богом, и ты не сможешь от них отречься. Говорит, да, это точно мои дела. Ты подписывал эту кляузу? Я подписывал. Ты смотрел вот эту щелочку? Я смотрел. Ты оттуда вытащил вот эту бумажечку? Я вытаскивал, да. Ты туда ходил? Я туда ходил. Вот твои дела? Вот мои дела. Ну так иди со своими делами туда, где твои дела. А дела пошли вниз. Тавифа имела много добрых дел. У нас должно быть желание сотворить как можно больше добрых дел. И характерностью этих добрых дел должно быть желание совершить их втайне. Чтобы никто никогда до страшного суда не узнал о моих добрых делах. А вы же болтуны все. Что-нибудь на копейку сделаете, всем растрепите тут же. Позвоните, расскажете, напишите. Всем растрезвоните. Делайте доброе втайне. У вас нет добрых дел. А если есть, то они сделаны на показ. По-фарисейски. Фальшиво. В тайне. Пусть воскреснет с вами ваше тайное добро. В день воскресения мертвых. И будет вам награда от Бога. А если вы творите дела свои на показ. Это именно характеристика фарисеев. Они делали добрые дела на показ. Чтобы прославиться. Тогда вы не будете иметь награды от благословенного Иисуса Христа. И дела ваши будут поражены ржавчиной и молью. И не будет в них никакого смысла. Кто имеет тайное доброделание, тот воскреснет во благо. Кто лицемер, воскреснет в суд. И страшно будет воскресать такому человеку. Вот такой урок сегодня. Примите. Всем сердцем примите. Разорвите свое сердце. И заберите этот урок. Каждый день делайте добрые дела. Каждый божий день. И никому о них не говорите. И сами заболейте склерозом на свои добрые дела. Когда бы тебя спросили, а что ты хорошего сделал? Говорят, а я не помню. Наверное, ничего. О, хорошо. Вот ты хороший человек. Если у тебя склероз на добрые дела свои, ты хороший человек. Тогда ты будешь помнить чужие добрые дела и будешь благодарен. А если ты помнишь свои дела, а чужие забываешь, ты не хороший человек. Нехороший ты человек. Если бы я был Богом, я бы тебя наказал. И Бог тебя накажет тоже, потому что Он открыл нам заранее волю свою. Кого Он отправит вниз, а кого заберет вверх. Поэтому делайте каждый день что-нибудь хорошее. Руками, мыслями, языком, деньгами. Всем, чем хочешь. Работай для Господа. Только для Господа. Не на дьявола. Только для Господа. И молчи. Молчи. Никому не говори про свое. Не раскрывай своих тайн. Вы умерли со Христом в Боге. Вы уже в крещении умерли. Вы все мертвы для мира. Когда Христос придет, жизнь наша, тогда мы воскреснем и явимся с Ним во славе. А пока что будьте мертвы для болтовни, мертвы для похвальбы, мертвы для зависти, мертвы для тщеславия, мертвы для блуда, мертвы для наркотиков, мертвы для воровства, мертвы для праздности, для всякого празднословия и праздномыслия. А живыми будьте во Христе Иисусе Господе нашим. Вот такая красивая задача дается нам прямо с небес, прямо сегодня, в святой воскресный день. Христос воскресе! Пождествуем воскресе! Целуем крест и шуруем по домам. Едим за столом все вместе. Надо с семьей кушать. Слышите? Надо обязательно кушать, хотя бы в воскресенье, со всей семьей. Не так, чтобы дети в Макдональдсе, там, папа на кухне, там, значит, мама у подружки. Все вместе за стол. Потом нужно почитать какую-то хорошую книжку, а потом уже отдыхать, в театр пойти, в кино пойти, на вечернюю пойти, Библию почитать, выспаться хорошенько. День воскресный должен быть святой. Святой, мирный и безгрешный. Мы так просим для вас. Дне всего совершенно, свято, мирный и безгрешный. У Господа просим. Воскресенье! Осветите воскресенье! Тайными милостынями, чтением Божьего слова, общением друг с другом в кругу семьи, чтобы, наконец-таки, папа с мамой поговорили с детьми своими. Мы же не разговариваем неделями с ними. Мы же ничего не знаем про них. Только когда они к колодце начнут, тогда прибежим в церковь, будем помолить за мою дочку. Она из дома ушла. А что ты знаешь про нее? А ничего. 18 лет прошло уже, с тех пор, как я ее родила, и ничего про нее не знаю. Она сбежала с каким-то дядькой. Вот упустили люди детей своих. И мы тоже такие же. Упустили мы все. Начинайте спасаться сегодня. Шутки давно кончились. Шутки даже не начинались. Господь скоро придет с огнем очищающим переплавлять, как серебро в горниле всех людей. Серебро в Царство Небесное. А все остальное сожжется без всякой пощады. Господь сожжет без всякой пощады всякого негодяя. Бойтесь быть негодяями. Христос воскресеет! Бойтесь на воскресе! Целуем крест и уходим по домам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова